Добрый день! Сегодня мы проводим мероприятие музыкальное, которое объединило несколько церквей. К нам приехали дети и регенты с разных церквей Украины. Обо всех впечатлениях, которые получили от этого мероприятия наши гости, мы сейчас узнаем у них. Добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, откуда вы у нас на фестивале? Мы приехали из Кривого Рога. Я привез группу детей, 8-9 человек, где-то так. Да, приехали на фестиваль попеть, прославить имя Божье, поиграть, чтобы детки были вместе в общении, прославили Бога, поиграли в игры, да. Что-то понравилось вам особенно, может быть? Понравилась очень духовная пища, которая действительно назидала наш дух. И тоже Давид много в псалмах пишет, что мы должны славить, прославлять Бога. В любых ситуациях и везде ты должен прославлять Бога. Это очень важно. Да, слава Богу! Подскажите, пожалуйста, откуда вы приехали к нам на мероприятие? Ну, у нас приехал сводный региональный хор Донецкой области. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось или, может быть, запомнилось какие-то моменты? Ну, если честно, вся дорога была одним запоминающимся моментом. Начиная с поезда, как нас встретили в Краматорске, потому что в Краматорске мы собрались, но приехали с разных городов и сел Донецкой области. Ну, здесь нас, конечно, встретили. Прекрасная вчера была спевка. Было очень много таких организационных моментов и игры, развлечений всяких. Участвовали родители, участвовали регенты во всяких конкурсах. В общем, нам все понравилось. И сегодня продолжение. Плюс, конечно, прогулка по набережной, по вашей. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали на наш фестиваль? Мы приехали из города Никополя. Мы из Центральной Церкви города Никополя. Понравился ли вам лагерь? Конечно, конечно. Очень все здорово. Кто запомнил их? Ну, во-первых, большой коллектив. Мы все вместе собрались. И, во-вторых, вот сегодня мы на острове отдыхаем. И деткам хорошо, весело. Ну, и также хорошо, когда детки славят Господа вместе, в большом коллективе. Ну, это все для их назидания. А сейчас мы находимся в Днепровской Центральной Церкви, где будут проводиться мастер-классы по играм на различных музыкальных инструментах. Мы вам покажем, как это будет происходить. Расскажите, пожалуйста, что это за инструмент и как у вас проходит мастер-класс? Это инструмент бандура. Вот мы просто, как у нас живое общение, мы, ну, я рассказываю о инструменте, и вот девочки пробуют на нем играть. Спасибо большое, девочки. А вы бы хотели играть на этом инструменте всю свою жизнь? Да. Ну, я немножко хотела бы, потому что это более сложно. А здесь, в верхнем зале, проходит мастер-класс по вокалу. Давайте подойдем ближе и посмотрим на наших молодых певцов, как же все проходит. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит и какой мастер-класс сейчас вот здесь преподается? Ну, собственно, мастер-класс по преподаванию флейты. Ну, здесь маленькие детки, и так здесь все в общем такой курс, скажем так, водный. Им, наверное, больше подходил, ну, подходила бы сейчас блок флейта, но так как у нас ее с собой нет, мы показываем деткам поперечные. Ребята, вы очень круто играете на гитаре. Расскажите кратенько о вашем мастер-классе и вообще, за что вы любите гитару и за что вы любите играть на гитаре? Ну, гитара это очень классный инструмент, его можешь взять везде, ты можешь взять на природу, можешь взять в электричку, ты можешь этим инструментом зарабатывать, ты можешь приносить радость людям. А самое классное то, что ты можешь этим инструментом славить Бога. Как вы уже поняли, мы на мастер-классе скрипок. Краткий экскурс, девочки, расскажите вообще про свой инструмент и почему именно он вам нравится, почему именно вы его выбрали? Ну, скрипку вообще очень часто называют королевой музыки. Почему выбрали? Ну, наверное, родители многим тут посоветовали, да? Многие рассказывают, что вот когда только начали заниматься, скрипка не понравилась особо. А потом, когда распробовали, влюбились в этот инструмент. Сейчас мы находимся на втором мастер-классе по игре на скрипке. Скажите, пожалуйста, чем отличается этот мастер-класс от того? Ну, скрипки те же, смычки такие же самые, но различаются партии. То есть вторая скрипка – это немножко сложнее, чем третья, но легче, чем первая. Екатерина, вы как организатор этой встречи поделитесь, что у вас здесь происходит и вообще чем вы здесь занимаетесь, что вы обсуждаете? Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, как нам служить Богу, как нам мотивировать себя, мотивировать детей. И самое главное, чтобы быть в нужном месте в нужное время. До славы Божьей! О, Исери, нашу землю! О, Отец, народ наш, обрати к себе! О, Исери, очи услышь нас, Исери! Прости наш грех, и мир твой намернись! Нам достались лучшие места в этой жизни. Первые ряды самого прекрасного зрелища, которое есть на этой земле – это смотреть, как растет молодой виноградник Божий. Участвовать в этом! Друзья, как это прекрасно! Здравствуйте, Руслан! Вы организатор этого фестиваля. Расскажите вообще, какие цели этого фестиваля? Здравствуйте! Ну, во-первых, мы исполняем волю Божию и поручения Божьи, воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Ну, это очень важная, очень ответственная, серьезная часть христианской жизни, чтобы с детства мотивировать детей служить Богу. Чтобы учить их познавать волю Божью, исполнять волю Божью, интегрировать в церковную жизнь, прославлять Бога. Чтобы они именно вкусили вот эту прелесть, красоту, ценность служения Богу. Ну, и я вижу, что с Божьей помощью получается. Ну, кто мы? Мы, мы и труженики, ничего не стоящие, делаем то, что должны делать. Ну, слава Богу! Вот деткам радуются, детки участвуют, вот эрегента соглашаются. Да, так что, ну, будем дальше, будем дальше делать такие мероприятия, будем дальше служить таким служением, ну, с Божьей помощью. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы участвовали в этом, не пренебрегали, не думали, да, зачем оно нам надо. Друзья, кто будет завтра преломление совершать, благовествовать, крещение совершать, кто будет священнодействием заниматься, кто они будут. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы бодрствовали и поддерживали такие служения, поддерживали регентов, поддерживали, кто устраивает это. Друзья, молитесь! Привет, расскажи, как тебя зовут, откуда ты приехала? Привет, меня зовут Вика, я приехала из Донецкой области. Вау! В Донецкой области я слышала, что у вас приехало очень много человек. Расскажите, какое у вас количество, как вас приняли и вообще где вы поселились? Нас приехало где-то 55-56 человек. Нас приняли очень хорошо, поселили даже довольно-таки очень хорошо. Правда, первую ночь была прохлада, но потом нормально было. Вот. Спасибо большое. Вкусно ли вас здесь кормят и вообще нравится ли атмосфера, нравится ли фестиваль? Не пожалели, что приехали? Да, кормят очень хорошо, даже прям какой-то на убой. Нет, не пожалели, что приехали. Даже новые знакомства, очень интересные темы, мастер-классы. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях об этом фестивале и какая вообще у тебя любимая песня из репертуара на торжественном служении. Мне понравилось быть на Мастерском острове. Мы там футбол играли, развлекались, сидели на рыбалку. Что сказать по песне? Ну, мы же играем и оркестрами поем. Мне, наверное, нравится то, что мы играем. И это только маленькая частичка того будущего нашего братства, того будущего Церкви Христовой на этой планете Земля и в Украине конкретно. Сергей Владимирович, Вы как пастор Церкви, которая приняла такое большое количество детей и помогли в организации этого фестиваля, довольны ли итогами мероприятия? Конечно, доволен. Большая часть из того, что мы планировали, нам удалось реализовать. И это хорошо. Конечно же, есть куда стремиться, есть где развиваться. Поэтому, скажем так, довольство, но не почивание на лаврах. То есть, наоборот, мотивация двигаться дальше, делать следующий шаг с большей ответственностью, с большими масштабами, ну и так далее в этой теме. Скажу так, что очень доволен тем, что та цель, которую мы ставили, она была достигнута. То есть, наше желание было объединить большое количество детей в прославлении Богу. То есть, чтобы вот дети почувствовали вот это ощущение, когда они не сами. Где-то люди приехали из небольших церквей, из разной церкви дети. И вот они в большом коллективе славят Бога. Вот это очень важно. Также это была презентация, или как сказать правильно, пример для нас, взрослых, когда дети поют восторженно, возносят Богу хваление. И мы, взрослые, тоже это слушали, мы мотивировались, мы зажигались. И я думаю, что вот после этого лагеря музыкального, многие взрослые пересмотрят свое отношение к служению, смотря, например, детей. Это замечательно. Планируются ли еще проводиться подобные мероприятия? Мы хотим двигаться дальше, мы хотим расти. И через буквально небольшое время, через два года, наша церковь исполняется 120 лет. И в рамках праздности двадцатилетия, да даже и раньше, мы планируем постепенно-постепенно выходить на новый уровень вот служения детских хоров, детских коллективов, оркестров. И я думаю, что вы еще увидите много-много интересного, если Господь позволит, в этом служении в нашей церкви. Сегодня прекрасный день. День, когда мы пели чудесные песни. И мне выпала великая честь дирижировать таким огромным детским хором. И настолько радостно, что есть такая возможность, что наши двери сейчас, двери в церквях нашей Украины открыты. И мы можем приглашать даже друзей из других городов и вместе собираться и прославлять Бога. И вот эти ощущения, которые ты испытываешь, когда руководишь таким хором, невозможно передать вообще другим. Я просто хочу сказать, что я очень сильно благодарна Богу за то, что у меня есть такая возможность, и я в таком служении. И я благодарю Бога за тех, кто трудится так же, как и я. За регентов детских хоров, за тех людей, которые привезли этих деток. И за то общение, которое мы вместе имели все эти дни. Я очень благодарна Господу. И благодарю всех, кто поддерживал нас, молился. И я хочу сказать, что это очень важные моменты в нашей жизни. Вот такие вот проекты совместные. Почему? Потому что, когда мы видим, что и в других городах, и в других церквях люди могут служить Богу, и они служат, то дети вдохновляются. Они видят, что не только они в своей церкви, да, может быть, каждое воскресенье или каждый праздник выступают, поют, но они видят, что и другие детки тоже это делают. И это очень вдохновляет. И весь этот музыкальный лагерь был посвящен тому, чтобы ободрить, вдохновить, мотивировать хористов, музыкантов. Но особенно тех, которые еще очень мало что-то делают для Господа. Вот я всегда часто говорила об этом все эти дни именно детям, чтобы они хотели учиться, хотели посещать церковь, хотели посещать детские хора. И особенно, чтобы они тратили время не на компьютерные игры, но для того, чтобы развивать свои таланты. Потому что дети у нас очень талантливые. Вы сегодня слышали, как они пели. И невозможно просто без слез, наверное, это слушать. Я благодарю Бога, благодарю всех. И это особенные вот такие вот моменты. Я их очень ценю. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова